Можно ли подлететь к Солнцу, прогуляться с мальчиком-роботом и сыграть свадьбу в затопленной церкви? Об этом они только далее в нашем обзоре. НАСА успешно запустила исследовательский корабль к Солнцу. Беспилотный зонд «Паркер» стартовал с площадки на мысе Канаверал во Флориде. Станция подберется к светилу ближе, чем какой-либо другой рукотворный объект. Эта миссия — одна из самых дорогих в истории НАСА. Ее стоимость — не менее 750 миллионов долларов. Ежегодный Женевский фестиваль фейерверков завершился чередой красочных салютов. На шоу присутствовали более 400 тысяч зрителей. Это и местные жители, и туристы. Фестиваль проводится уже в 95-й раз. Он длится 10 дней. В многочисленных шоу принимают участие тысячи музыкальных коллективов. На улицах города работают сотни аттракционов. Лицо ребенка — тело робота. В Японии создали андроид, который похож на 10-летнего мальчика. Его создатель — известный профессор Хиоси Исигура. Своё детище он назвал Ибути — честь персонажа, популярного на его родине аниме. Робот умеет имитировать походку ребенка, правда, с помощью колес. Более 80 тысяч бегунов приняли участие в ежегодной гонке в Сиднее. Это самый многочисленный и продолжительный забег в мире. Трасса составляет 14 километров и проходит от центра Сиднее до пляжа Бонди. Победитель гонки — австралийский олимпийский бегун Бенсент Лоуренс. Он преодолел это расстояние за 41 минуту. В Боснии прошел красочный метеоритный дождь. Местные жители и туристы собрались в городе Фоча. Отсюда лучше всего видно мерцание. Явление вызвано пылевыми частицами, которые выпускает комета Свифта Таттла. Одна приближается к Земле раз в 135 лет. Но через ее хвост Земля проходит ежегодно. Поэтому метеоритные дожди можно наблюдать каждый год. Истинной любви ничто не помеха. В Филиппинах влюбленные сыграли свадьбу в затопленной церкви. Хоть добираться к алтарю пришлось по колено в воде, но бракосочетание все же состоялось. Многие районы на Филиппинах сейчас переживают внезапное наводнение. Причина сильных дождей — юго-западный муссон, усиленный тропическим штормом.